Если снег, то так, чтобы не проехать. Если мороз, так весной, а засуха, так на год и больше. Климат у нас явно переживает какой-то переходный период. Итак, на всей планете специалисты и активисты разделились на лагерях. Одни говорят о глобальном потеплении, другие о наступлении нового ледникового периода, третьи успокаивают, будет и то, и другое. Построить прогноз, не впадая в панику и не пряча голову в песок, кажется нереальным. Может, ответы подскажет? История? Что нас ждет и как климат менялся здесь раньше, расскажет Ирина Руснак. Снегопад, которого не помнят здешние места. Строчки из известной песни, как будто про то, что произошло на этой неделе у нас. В Приднестровье впервые за два года замело снегом. И вроде бы метель для зимы – это нормально, но когда он еще выпадет, этот снег? Так рассуждали в эти дни и дети, и взрослые. Во дворах, отложив домашние дела, лепили сотни снеговиков. На горках толпы детворы. На удаленном Кицкавеле даже в 10 вечера очередь из желающих прокатиться. Снег в середине зимы – это норма или уже аномалия? Погода в последние годы меняется. И уже на простые вопросы нет ясного ответа. Уже четко установлено, что начиная примерно с 60-х годов прошлого века, 20-го века, уже явно идет потепление. Причем с 80-х годов это потепление ускорилось еще. И, в общем-то, явно стал прослеживаться антропогенный факт. Насколько человек виновен в том, что в атмосферу увеличились выбросы углекислого газа и земля стала нагреваться? Ученые разделились на два лагеря. Одни считают, в глобальном потеплении виновен человек. Другие говорят, потепление и похолодание в истории Земли случались не раз и не два. Так может, это просто очередная волна? Зал Палеонтологического музея Госуниверситета. Здесь хранятся останки древних животных и пород, найденных при раскопках на нашей территории. И по ним в том числе можно судить о том, каким был и как менялся климат тысячи лет назад. Вот эта челюсть принадлежит такому очень крупному животному, конечно, теплолюбивому, конечно, совершенно не для нашего климата неподходящему. Вот это живот называется трагонтериевый слон. Слон, типичный обитатель нынешней Африки и Индии, жил на нашей территории около 800-300 тысяч лет назад. Другое его название – степной мамонт, был предшественником известного всем шерстистого мамонта. Еще одни свидетели теплого климата – вот эти моллюски, униониты. 650 тысяч лет назад водились в нашем Днестре. Обратите внимание на то, какая толщина этой стенки, этой раковины. Она очень мощная. И такая толщина, она характерна только для очень-очень теплой воды, в которой она живет. Вот если такая теплая вода, то она способна накапливать карбонат кальция в своих стенках этой раковины. Это тоже такой одно из косвенных свидетельств того, что были совсем другие климатические условия. Они были близки больше к условиям Средиземноморья современного. Позже теплый климат сменило похолодание. И вот одно из доказательств, найденные в наших карьерах – останки шерстистого носорога. Он жил вместе с мамонтом, и на него охотились наши предки, которые приспособились к холодным ледниковым условиям. Носили одежду из этих шкур. Почему мы считаем, что это холоднолюбивый? Потому что у него была шерсть. Еще больше могут рассказать о климате породы и остатке почв. Окрестности Дубосар на фото – серо-желтая земля. Это лес и порода, которая формировалась в периоды ледников. Когда теплело, у нас образовывались красноземы. Такие почвы встречаются сейчас в Австралии и Южной Америке. Краснозем, чередующийся с лесом, то есть смену периодов потепления и похолодания, можно увидеть и в Калкотовой балке. На нашей территории, как и на всей планете, климат менялся. Это научно доказанный факт. Но чего ждать от нынешнего глобального потепления? Насколько быстро теплеет на планете? Ряд ученых приводит десятки доказательств, что все развивается по самому худшему сценарию. К примеру, в 2019 году ледники Гренландии и Талии так быстро, что в мировой океан попало 532 миллиарда тонн воды. Если и дальше так пойдет, то к 2050 году под водой могут оказаться Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Бангкок, Басра и Мумбаи. Целые государства – Мальдивы, Таиланд, Филиппины – встанут на грани исчезновения. Пострадает, по разным оценкам, от 150 до 300 миллионов человек. Другие ученые говорят, 15 тысяч лет назад ледники Талии гораздо быстрее, чем сейчас. Катастрофический подъем океана человечеству не грозит. А часть экспертов говорит о том, что все климатические прогнозы составляют по заказу мирового бизнеса. Гигантские корпорации, те, что продвигают зеленую энергетику, борются с нефтяными компаниями. Сжигание топлива – основной источник парниковых газов. Кому же верить обычному человеку? И что в ближайшие десятилетия будет на нашей территории? Институт географии и экологии Молдовы составил модель климата с 2016 по 2035 год. Модель оказалась ошибочной. Потепление, которое ожидалось через 15 лет, уже пришло. У нас за 136 лет наблюдений, последние 6 лет были самыми теплыми в истории инструментальных наблюдений. Мы выявили, что в пределах нашей территории, вот за этот отрезок времени, средняя многолетняя дата, температура годовая составит 12 градусов. А она в последние 6 лет уже достигнута. На сегодняшний день для нашей территории есть три климатических сценария. Прогноз охватывает ближайшие 100 лет. Самый маловероятный – среднегодовая температура поднимется на несколько десятых градусов. Умеренный сценарий – это подъем на 2,5 градуса. И самый жесткий – жарче, станет на 4 с лишним градуса. Что произойдет в этом случае? Придет пустыня или воды Черного моря? Специалисты снова предлагают вернуться в историю. Примерно 5-6 тысяч лет назад максимальное потепление было. Температура была выше современной на 2-3 градуса. То есть то ожидаемое потепление, которое прогнозируется. Но ничего страшного не произошло. У нас здесь были степи преимущественно. Что касается Днестра, тоже не высохнет. Потому что в Карпатском регионе не ожидается, что сток изменится существенно. Пока прогнозируют, допустим, вероятность повторения засух. Засухи, ведь они происходили все время и будут происходить. Но говорят, что будут чаще происходить. Но вот в прошлом году мы уже засуху наблюдали. Что касается таяния ледников. По прогнозу ученых, в ближайшие 100 лет море к нам не подойдет точно. Климатологи говорят, глобальное потепление идет. Игнорировать его бессмысленно. Но опасно не само изменение климата. Важно, успеем ли мы к этим изменениям адаптироваться. Готовиться к переменам надо уже сейчас. Ирина Руснак и Михаил Нестеровский. Отражение. Субтитры создавал DimaTorzok